Проблемы многодетных семей решали на очередном заседании при губернаторе в администрации округа. Это третья встреча активистов клуба с руководителями региона в этом году. По мнению обеих сторон, такие собрания весьма полезны и позволяют решить многие проблемы. Всего же в округе проживает 934 многодетных семьи. Большая часть из них, 756, воспитывают троих детей. Четырех – 125 семей, пятеро и более – 53 семьи. Четверть всего детского населения региона воспитывается именно в многодетных семьях. В Нянецком округе различным категориям семей, в том числе многодетным, предоставляются 44 вида различной социальной помощи. 14 из них конкретно многодетным. Самые актуальные, которые требуют некоторые корректировки, по мнению активистов клуба «Семья», предоставление земельных участков, летний оздоровительный отдых, компенсация за посещение детских садов, льготы в оплате кружков и секций. Разные вопросы по-разному. Некоторые побыстрее решаются, некоторые вот такие, как санаторно-курортное лечение. Мы не можем к одному мнению прийти, потому что мы выходим с инициативой, чтобы была включена вторая группа, часто болеющие дети. Мы хотели, чтобы это было раз в два года. Клуб многодетных родителей в Нянецком округе существует уже шесть лет. Его участники активно сотрудничают с различными структурами и подразделениями окружной администрации. Например, вопрос организации санаторно-курортного лечения маленьких северян из многодетных семей уже на карандаше у руководителя Департамента социальной защиты населения. Самое основное, что вопрос по оздоровлению детей возникал неоднократно при встрече с многодетными по путевкам мать и дитя. Когда мы определили группу здоровья, то мы сделали третью, четвертую, пятую, и самое большое количество детей, они находились во второй группе, и вот в двух встречах многодетные ставили вопрос о том, чтобы вторую группу включить. Мы понимаем, что мы ограничены в финансовых средствах, учитывая эту экономическую ситуацию, то мы договорились сделать, например, периодично с ней раз в два года, раз в три года и количество дней, 21 дня сократить до 16. Также рассматривается еще один вариант – предоставление компенсации стоимости путевок. Надо отметить, что стороны снова предлагали различные пути решения этой проблемы. Теперь специалистам департамента предстоит рассмотреть и подготовить все предложенные изменения, а также документы, согласно которым семьи могли бы воспользоваться путевками по новым требованиям в 2018 году. Не оставили без внимания активисты клуба и так называемые детские. Небольшая сумма, всего 1076 рублей, дублирует другую выплату. В чем проблема? Из одного бюджета получаются две дублирующие выплаты. Я совершенно согласен с тем, что надо делать повышенную для многодетных семей. Ее надо, если бы эти 850 определенные в федеральном законодательстве повышены, значит, надо, соответственно, рассмотреть, чтобы это было не 1076, а больше выплаты для детей с многодетных семей. Кроме того, в 2018 году многодетным семьям предусмотрено выделить 78 миллионов рублей на компенсацию за земельные участки. Возможно, при наличии средств сумма будет увеличена. Что касается непосредственно земельных участков, то работы по их подготовке будут продолжаться, и ряд семей, стоящих в очереди на землю, получат возможность приступить к индивидуальному строительству в 2018 году. Губернатор отметил, что работа эта сложная и многогранная. Но главное, пожалуй, чего хотят многодетные родители, чтобы меры поддержки оставались стабильны и не зависели от различных причин, и тем более сходили на нет.